Израиль за неделю на народной волне Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, слушатели Ну, как всегда, сначала о коронавирусе В Израиле уже считают, так сказать, осторожно Что вторая волна пошла на спад Уменьшается количество вновь зараженных К сожалению, больницы переполнены Коронавирусное отделение переполнены Но зато производное отрицательное То есть количество вновь заразившихся уменьшается Вновь заразившиеся, так сказать, все меньше и меньше И считают, что очень скоро это волна Количество вновь зараженных сильно уменьшится И эта волна, опять же, пройдет Но пока что действительно в больницах народу много В коронавирусных отделениях Пока что открыты гостиницы для зараженных коронавирусом Где они должны проходить карантин И пока небо Израиля закрыто Говорят о том, что, наверное, скоро, со временем Вот когда мы будем делать проверки в аэропорту Так как это уже начали делать в других странах То мы начнем принимать туристов В первую очередь из ближайших стран Это Греция и Кипр Где невысокий уровень заражения То есть уже обсуждают вот такие возможности для туризма Ну а теперь перейдем к нашим внешним событиям Которым была богата прошедшая неделя И в первую очередь это сегодняшняя атака На нашей северной границе Там уже давно что-то неспокойное Хизбалла там себе позволяет А сегодня просто Было предотвращено проникновение террористов Хизбаллы Которое прикрывалось обстрелом Обстрелом нашей территории Обстрел удалось подавить Проникновение удалось ликвидировать Так сказать Но в общем это была серьезная операция Жители северных районов предупредили Чтобы они спустились в бомбоубежище Или находились в домах Аэропорт, северный аэропорт Небольшой такой У нас главный аэропорт Бенкурион Но на севере, на юге Есть такие небольшие аэропорты Использующиеся в основном для армейских служб Для спасательных целей Так вот был закрыт аэропорт Сейчас уже все наладилось Сейчас уже отменено чрезвычайное положение Но Нитаниягу с Ганцем Собрались в генеральном штабе И обсуждали действительно серьезное положение Вроде бы сейчас ситуация урегулирована Ганц как министр обороны выступил Сказал, что мы будем очень серьезно относиться к врагам Которые попытаются на нас напасть Не знаю за его Это только красивая такая декларация Или действительно есть какие-то планы За его словами как министра обороны Во всяком случае пока что Все урегулировано Рядом с северной границей Северо-восточная граница Сирия Опять же на Израиль попали осколки От ракет сирийских Которые разорвались по-видимому Все-таки с той стороны границы Сирия утверждает, что они пытались Обстрелять израильский беспилотник Который туда попал Израиль Серьезно предупредил Что Ущерба практически не было Израиль серьезно предупредил Что так это Дело не оставит На юге тоже неспокойно Хамас продолжает посылать нам Зажигательные бомбы С воздушными шариками Как я уже говорила В определенное время суток Как правило ветер оттуда С моря идет Вглубь страны И хорошо переносит Воздушные шарики из газа Со всякими очень неприятными подарками Ну опять же Здесь было пока Пока ограничились предупреждения Ирак и Иран Они вроде бы далеко Вроде бы израильских границ Не нарушают Тем не менее Израилю очень не нравится То, что там происходит И в Ираке Был взрыв на базе Аль-Сакр Где находились Проиранские силы В частности боевики Хизбаллы Кто за этим стоит Неизвестно Пресса обвиняет Как Израиль Так и Америку И те и другие Пока Никак на это обвинение Не реагируют Вот такая у нас Немножко напряженная Обстановка На различных На различных границах Но все это Так сказать В очень В очень небольших пределах А вот в стране Внутри самой страны У нас К сожалению Уже не только По вечерам В субботу Но и Практически Круглую Круглую неделю Продолжаются Массовые Я ставлю это слово В кавычки Сейчас объясню Почему Протесты против Нетаньягу Против политики Нетаньягу Тут и протесты С черными флагами Тут и многочисленные Демонстрации В Иерусалиме Напротив резиденции Главы правительства И в Тель-Авиве Тут и Демонстрации В Кейсарии Напротив дома Где живет Глава правительства Ну и Вот эти демонстранты Попытались Демонстрировать Еще в других местах Таких Более простых Народных Да Вроде Сдирота Или там Роматгана Ну Там демонстрации Не пошли Там просто Накостыляли Местные жители Причем Накостыляли Довольно сильно Так что Левые демонстранты Теперь объявляют Что они создадут Армию самообороны Которая будет с ними На демонстрации В свою очередь Полиция жалуется Что Это не просто Демонстрации Что они Во-первых Самое Так сказать Первое Что бросается в глаза Они не соблюдают Предписаний Не носят масок Не держат Расстояние Два метра Демонстрации На улице Бальфора Напротив резиденции Главы правительства Там просто Местные жители Рехавии Пожаловались Что для них Это постоянный источник Заразы Шума Грязи Чего угодно И просто Они пожаловались Ну в ответ на это Леваки Быстренько собрали Подписи Нескольких жителей Рехавии Которые как раз Да поддерживают Эти демонстрации Но полиция Категорически против Лагеря Такого Который был разбит Чтобы демонстранты Не просто там демонстрировали Что они там спали Ели Жили Вот И все-таки Этот Пытается не допустить Такого вот Лагеря А наш министр Внутренней безопасности Охана Вообще возражает Против того Чтобы вот такие Массовые демонстрации Были разрешены Поскольку Демонстранты Постоянно применяют Насилие Какие-то зажигалки Летят в полицейских Камни летят в полицейских У демонстрантов Баллончики С горчичным газом Которые они Периодически Применяют В общем Всяческое насилие И наконец Довершение Просто насилия Одна из демонстранток Забралась На минору Минора Это семисвечник Семисвечник Который стоял в храме Минора Символ Она находится На гербе Государства Израиль И вот Такая символическая Минора Находится Напротив Кнеста Одна из демонстранток Зала Забралась на нее И обнажилась До пояса Демонстративно Значит Дальше Все социальные сети Кипят Там Всякими Всякими Соображениями По этому поводу Но Наш министр И наш президент И многие другие Политики Заявили Что вот такое вот Оскорбление Национальных символов Это уже не шутки Это уже не символ протеста И этого нельзя допускать Ну не знаю Как полиция сможет Этого не допускать Потому что полиция С одной стороны Периодически арестовывает Демонстрантов Но прокуратура С другой стороны Их постоянно Отпускает И в общем Непонятно Даже заводит ли На них Какие-то Уголовные дела И Министр Полиции Счел Необходимым Вместе Там с Министром Безопасности По-моему Усилить Охрану Нетаньягу Потому что На этих демонстрациях Не просто Выкрикивают Оскорбительные Лозунги Но есть Прямые угрозы Есть прямые угрозы В социальных сетях И Опять же Охана Сказал Что И Охан И Спикер Кнеста Ирина Левин Сказали Что Прокуратура Не расследует Все эти угрозы Что действительно Есть угрозы Жизни Премьер Министру И усилили Его охрану Вот такая У нас Обстановка И на фоне Вот этих Демонстраций Которые пытаются Выдать за массовые Очень хорошо Видно Что здесь Действует Система Очень похожая На ту Что у вас В Америке С одной стороны Конечно Действительно Есть проблемы Люди устали Сидеть по домам Безработица Выросла Как я вам Есть большие Есть большие Организации Есть организация Ахрают Леумид Это Национальная Ответственность Есть организация Омдимба Яхот Это Стоим вместе Есть еще Несколько Организаций Которые Получают Деньги Из Иностранных Источников Причем Не просто От каких-то Иностранных Доноров Лично А например Вот эта Демонстрация Организация Национальная Ответственность Это Организация Которую Создал Ихот Барак И Деньги Туда Поступают Из Кругов Приближенных Демократической Партии Просто Это Отследили Это Опубликовали И Явно Тут Эта Организация Настроена На Смену Правительству В Израиле То же Самое Вот другая Организация Про которую Я говорила Я называю Особо Одиозно Их Много Она Получает Получала Деньги От Правительства Германии В частности И от Печально Известного Нового Израильского Фонда Который Поддерживает Все Что направлено На Дестабилизацию Страны То есть Вот эти Организации Получив Хорошие Деньги Нанимают Автобусы Нанимают Безработных Которые Готовы Демонстрировать Тут И в результате Все это Выдается За Массовое Массовое Желание Народа Сменить Правительство Там выдвигают Там лозунги Поднимают Что Дайте Дайте Народу Власть Еще что-то Но на самом деле Это направлено На Подрыв Власти Народа Потому что Народ Однозначно На трех Выборах Подряд Выбирал Нету Ниягу Как самая Главная Партия И поэтому Вот эти Вот Попытки Иначе Как бунтом И мятежом Не назовешь Тем более Что там Достаточно Большой Достаточно Большой Феномен Насилия Вот на всех Этих Демонстрациях Они Отнюдь Не мирные Сергей Не хотите Объявить Телефоны Для справок Да Буквально Два слова Скажу Только вот Ваше замечание По поводу того Что это очень похоже На то что происходит Здесь Это все делается Из одних И тех же источниках Из одного И того же Центра Одни и те же Идеи Финансирования Одно и то же Абсолютно Это происходило Надеюсь Надеюсь Что леваки Из Германии И Нидерландов Которые Финансируют Наши Вот эти фонды Новый Израильский фонд Все таки До вас Не добираются На самом деле Леваков В Германии И в Нидерландах Тоже Финансирует Штимп Это Вот я сравниваю фигуру Мысленно так Сравниваю фигуру Джорджа Сороса С фигурой Александра Парваса Который в свое время Устраивал На немецкие деньги Революцию Который нашел Ленина Так сказать Указал на него пальцем Вот такой же Прохиндей Такой же богатый Такой же Без Без ничего Без совести Без каких-то Принципов Вот такая же фигура И у нас На сегодняшний день Существует Та в свое время Парваса Деятельность Парваса В свое время Привела к Октябрьскому Перевороту в России А этот пытается Добиться того же Самое Но уже в более Глобальных масштабах Не зря же он заявлял Что на пути построения Нового Сорос заявлял На пути построения Нового мирового порядка Стоит США Его усилия направлены Теперь На то чтобы разрушить Эту страну изнутри К сожалению Молодое поколение Традиционно Революционно настроенное Не очень умное Не очень образованное Может быть в каких-то Областях Они действительно Чего-то Так сказать Научились Но по жизни Историю не знают Ничего Никаких выводов Из истории не делают Это может привести К трагедии Кроме того Я боюсь Что новое поколение Еще и развращено Легкостью Легкостью добывания Средств к жизни Вот такое вот Всеобщее процветание Все-таки Люди Поколения Их родителей Как-то должны были Серьезно Заниматься Зарабатыванием На жизни В наше время Говорили А новое поколение Уже вступило в жизнь Во время изобилия Когда все Доставалось Относительно легко Когда можно было Легко Легко Получать деньги От родителей Или как-то Достаточно просто Зарабатывать Биржа росла И так далее И так далее И к сожалению Да в наше время Говорили Жиру бесится Жиру бесится Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте 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 Вот он Пошел на встречу К Изболе И вывел Израильские войска Из Южного Ливана И тем самым В 2000 году Барак Вывел Израильские войска Из Ливана Вы правы Да И тем самым Подвез своих союзников И христиан Арабов Вот Которые В конечном итоге Они не арабы Это марониты Христиане Марониты Я не знаю Кто они По этническому составу Это очень тонкий вопрос Они не считают себя арабами Поскольку они христиане Армия Южного Ливана Это называлось Марониты Многие из них Может быть этнически Они Кто-то из них и араб Может быть нет Это Очень сложный вопрос Значит Христиане Марониты Армия Южного Ливана Многие из них Вынуждены были Переехать в Израиль Чтобы укрыться здесь Укрыть свои семьи От мести От мести Ливанских мусульман Которые их ненавидят После того Как Израиль вывел Свою армию Которая их защищала Да Дело в том Что я хочу Спросить о том Что Барак Скажем так Пошел на встречу Израильские войска И Тогда Действия Израиль 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 Это мой первый вопрос И я хочу Выразить благодарность И вам Сереже Которые Вы сказали о том Что за всеми действиями Наших погромщиков И у вас И у нас Стоят левые силы И во главе с нашими Демократами И немцами Уже вот Выяснилось Вот за это Я хочу вас поблагодарить Спасибо Спасибо вам Спасибо вам Значит Чем оправдывают Очень просто Ливан говорит Что он ничего Ливан как государство Как правительство Что он ничего плохого не делает На Израиль не нападает А все это Так сказать На усмотрение Хизбаллы А Израиль Нехороший Да Нападает На Ливан То есть Хизбалла Устраивает провокации А потом Ливан Жалуется Что Израиль Совершенно не спровоцированно Обстрелял его Суверенную территорию Вот вам И оправдание Давайте мы сделаем Небольшой перерыв Буквально через несколько минут Вернемся Продолжим Никуда не уходите Израиль За неделю На народной волне Возвращаемся к беседе С нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой Телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 Если у вас будут вопросы И обращаясь к зрителям Которые смотрят нашу программу Через Ютуб Если у вас будут вопросы Вы можете в комментариях В чате написать ваш вопрос Если он достоин внимания Я его озвучу Ася постарается на него ответить Также обращаясь к вам Если вы еще не успели Зарегистрироваться на наш канал Сделайте это Ну и не забывайте Ставить лайки Поскольку с Ютубом Все-таки приходится бороться Блокируют Отправляют программы На проверку На длительную Иногда неделю Иногда две Иногда три недели По каким причинам Не знаю Ради чего Не знаю Вообще халтурят И пытаются Нас обмануть Поскольку у нас канал Монетизирован Там какие-то копейки Буквально шли Но они периодически Отправляют на проверку Потом говорят Что они лишают нас Монетизация Тем не менее Свою рекламу В наши программы Впихивают А нас монетизации Лишают То есть Жулики Самые что ни на есть Настоящие Такое Леволиберальное Жутье Жулье вернее Так что друзья мои Лайки Регистрируйтесь Может быть это как-то Нам поможет И нам И вам Ну а пока вернемся К событиям в Израиле Вернемся к событиям В Израиле К событиям Которые касаются Обеих наших стран Айпак Действующая в Америке Про Израиль Поблагодарила Поблагодарила Конгресс За выделение Очередного Перевода Израилю На военные нужды В размере 3,8 Миллиардов Долларов Эта Сумма В общем Звучит Очень значительно Но Как я уже Неоднократно Возвращалась К этой теме Я Не уверена Что Хорошо Когда Отношения Между нашими Странами Связаны С вот такими Подачками Потому что Израильский Бюджет В целом Он Превышает 100 миллиардов Долларов Сильно превышает И 3 процента От бюджета Это Ну Примерно Как если Работающему Чеку Кто-то Добавляет 3 процента От зарплаты Это конечно Неплохо Но Тут следует Учесть Что Основную часть Этой Помощи Можно На нее Ее нельзя Получить В денежном Виде На нее Только Можно Закупать Израиль Американскую Продукцию То есть Американские Военные Самолеты Оружие Еще Что-то Это Делает Израилю Довольно Большое Ограничение Потому Что На свободном Рынке Может быть Израиль Предпочел Бы купить Не у Америки А у кого-то Другого Дешевле Лучше Или Даже Построить Свою И тогда Получил бы Свои Рабочие Места И деньги Остались Бы В Израиле Кроме Того Когда Эти деньги Участвуют В каких-то Военных Разработках Израиль Израиль Потом Не может На свободном Рынке Продавать Результат Этих Военных Разработок Так что С одной Стороны Эти деньги Не очень Сильно Что-то Значат Для Израиля Они Параллельно Обуславливают Военную Помощь Нашим На данный Момент Не врагам Но Так сказать Нашим Не очень Дружественным Соседям Таким Как Иордания Таким Как Египет Вот И Главное Они омрачают Нашу Дружбу Она может Показаться Небескорыстной Многие Многие Экономисты Возражают Против этих Денег Они говорят Что Любая Внешняя Помощь Всегда Портит Бюджет Говорится Или о бюджете Страны Или о семейном Бюджете Вот И В общем Говорят Что Для Израиля Выгодней Во многих Смыслах Было бы От этой Помощи Отказаться И в смысле Моральном Что Израиль Перестает Быть Как бы Должником Америки И за это Выслушивать Диктат Ну слава богу Правление Трампа Не отмечено Таким Диктатом Но при других Президентах Например при Обаме Диктат Чувствовался И с экономической Точки Зрения Может быть Израилю Выгоднее Развивать Свои Производства Свои Рабочие Места И не быть Ограниченным В экспорте Оружия Ну и Второе Это То что Ваш Начальник Объединенных Военных Штабов Марк Милли Приехал Специально В Израиль Говорил Со своими Военными Коллегами Имел Беседу С Нитаниагу И По-видимому Четко Это не оглашается Понятное Дело Но по-видимому Речь в очередной Раз шла Об Иране Об иранской Угрозе И о том Что можно Ей противопоставить Вот В военных В военных Смыслах Так что Мы видим Что Израиль С Америкой Тесно Сотрудничает Израиль С Америкой Дружит А вот По поводу Денежной Помощи Это большой вопрос Не стоит ли Как-то От нее Отказаться И Дружить Более-менее Так сказать Бескорыстно Вот Ну и Сейчас Мне бы Хотелось Перейти К Очень Важной Дате В Израиле Ася Давайте Мы К дате Перейдем В следующем Сегменте У меня вопрос Вот Медсестры Грозили Забастовкой А теперь Лаборатории Во-первых Так сказать Была ли Забастовка Медсестер И Что касается Лабораторий Которые Грозятся Тоже Объявить Забастовку Лаборатории Которые Работают С тестами На коронавирус Вот Об этом Несколько Слов Тяжело Работают У них Проблемы Не хватает Сотрудников Потому что Все время Какие-то Сотрудники Уходят В карантин Про Забастовку Медсестер Я говорила Что там Тоже Мало Ставок Они Низко Оплачиваемые Работа Тяжелая И огромное Количество Медсестер Сейчас Сидят В вынужденном Карантине Или вообще Болеют У нас Министр Здравоохранения Новый Юлий Эдельштейн Он Все-таки Смог Они не очень Стремятся Даже если Есть ставка Они не очень Стремятся Быть медсестрой Поскольку Работа Это тяжелая Плохо Оплачиваемая Сейчас Даже Опасная А учиться На нее Надо долго Больше Чем на Программиста Не так Долго Конечно Как на Врача Но все равно Очень долго Трудно И Поэтому Есть Проблемы Есть Проблемы С медсестрами У нас Ситуация Несколько Иная Во-первых Работу Медсестры Оплачивают Довольно Прилично Ну вот Если Специализированные Медсестра Есть Специализированные Медсестры Которые Практически Как врачи Получают Как врачи Медсестра Физиотерапия Или медсестра Еще что-то Это уже Много лет Дополнительного Обучения И они Практически Как врачи Но В среднем Обычная Медсестра В больнице У нее Очень большая Нагрузка Тяжелая Работа И Относительно Не очень Большая Зарплата Ясно Давайте мы сделаем Тогда еще один перерыв А уже в следующем Сегменте Перейдем К 9 Возвращаемся к беседе С нашим Израильским Корреспондентом Аси Энтовой Пожалуйста Ася Так вот 9 Ава Траурный день Или давайте Попробуем Принять Звонок А потом Вернемся К 9 А Добрый день Я слушаю Здравствуйте Вопрос такой Интересный Теревизия Показала Что в Японии Американцы Которые Там находятся Они завалялись С работой Их собирается Куда-то Убирать Это не я Сказал Они Я думаю Наверное Гору Нараяма Знаете Регенда Нараяма Дальше Фильм Был Такой Сказать Теревизор Ужайте Внимательно Теревизор Был фильм У нас Пока Из Чикаго В субботу Что Они полетят Американцы Уничтожать Россию Это Советский Союз На самолете Вот Сегодня Передали Что Российские Приостановили Американский Самолет То есть Соответственно Есть Но почему Они его не сбили Понимаете Вот что вопрос Американский Должны Смотрите А при чем Тут Израиль Я все поняла Кроме того При чем тут Израиль У вас есть еще Мертвое море Я извиняюсь У вас есть Мертвое горе Так Мертвое море Лечит Тут эти Болезни Свободы Или нет Вода Вот эта Полезная Или нет Да Мертвое море Действительно Я понимаю Вашу иронию Мертвое море Действительно Лечит И лечит Если уж вам Действительно Интересно Отвечу всерьез Что лечит Мертвое море Дело в том Что мертвое море Находится Гораздо ниже Уровня моря Обычного Уровня Средиземного моря Уровня Мирового океана Оно находится Где-то Примерно 400 метров Ниже Лишние 400 метров Воздуха Фильтруют Солнечные лучи Поэтому Солнце Там не так Обжигает И Вот эти вот Минералы Растворенные В морской воде И Солнечное Облучение Гораздо Более Мягкое Чем обычно Очень хорошо Лечат Болезни Кожи Например Псориаз Ну и Многие Другие Болезни Так что Вода На мертвом море Действительно Лечебная Там есть Лечебницы Это если Мы говорим Всерьез А если Мы возвращаемся Вот к этим Безумным Демонстрациям Американским Или Израильским В которых Хотят Свергнуть Законно Избранного Правительства Просто потому Что Он не нравится Ультралевакам То Вряд ли Эти болезни Лечатся Каким бы то Ни было Образом Кроме Лишения Финансирования Сергей Все давайте Теперь перейдем К вашей теме Теперь давайте Теперь давайте К девятому Авва Я вам уже Рассказывала Что сейчас у нас Три Траурные Недели Называется Между теснин То есть когда Человек находится В глубоком Ущелье Это Перефраз Фраза Из Библии Возвал я К тебе Всевышний Из глубокого Ущелья Из теснин И Это Неблагоприятная Для Израильской Истории Время А конкретно Девятая Авва Это Дата В первую Очередь Разрушения Первого Храма Построенного Еще Царем Соломоном И Второго Храма Построенного На его Месте Но еще До Разрушения Храмов По Еврейской Традиции Самое Первое Несчастье Израиля Девятого Авва Это был Грех Разведчиков Когда Маше Вывел Евреев Из Египта И Довольно Быстро В течение Буквально Нескольких Месяцев Они подошли К границам Ханаана То что мы Сегодня Называем Эр-Цесраэль То Маше Послал Разведчиков По одному Представителю От каждого Колена Израильского С тем Чтобы они Посмотрели Прежде чем Завоевывать Эту землю Посмотрели И высказали Своё мнение И 10 Из 12 Разведчиков Сказали Ой Мы Как кузнечики А жители Страны Как великаны Нам их Не одолеть Мы там Все погибнем Не надо Вернемся Обратно В пустыню И вот Это вот Пренебрежение Пренебрежение Подарком Всевышнего Невыполнение Его указаний Привело Во-первых К 40-летнему Изгнанию В пустыне 40 лет Пришлось Этому поколению Жить в пустыне Пока они Научатся Быть свободными Людьми Не боящимися Бороться За свою свободу И Вот этот Грех Разведчиков Существует Притча Что Всевышний Наблюдает И сказал Я хотел сделать Для вас Девятый ават Днём Радости А теперь Это будет Для вас День траура И днём траура Он будет До тех пор Пока в Израиле Не восстановят храм Когда восстановят храм То Дни траура Связанные С разрушением храма Превратятся Наоборот В праздники И в дни веселья Так вот День разведчиков Это речь шла О 13 веке До нашей эры Первый храм Восстание Это мы можем День траура Собрали Иерусалим Говорят о золотом веке В России С этого времени Оказалось Дома жителей На голом месте Закроет глаза На его махинации И на уголовные дела Его сына А самому Израилю После договора Осло Уже было прекрасно понятно Что любое наше отступление Приводит к тому Что на том месте Откуда мы ушли Туда приходят террористы И действительно Это подтвердилось Очень скоро Хамас взял власть в Гази И вот только сегодня Я вам рассказывала О воздушном шаре С поджигательной бомбой Который прилетел На юг Израиля И это еще Наименьший зол А то что у нас Весь юг сидит В бомбоубежищах Периодически То что оттуда Летят ракеты Это все подтверждает Что были правы Противники размежевания Противники вот этого Выселения евреев И там откуда Уходит еврейская семья Там начинают Стоять орудия террористов И к сожалению К сожалению До сегодняшнего дня Еще никто Кто из политиков Не говорил Что Преступление Что Осло Процесс Осло Был Преступлением Говорят Ну мы ошиблись Мы сделали его не так На самом деле Вот это выселение евреев Из Гушкатифа Это просто продолжение Процесса Осло Процесс Осло Так и назывался Газа сначала То есть выведение Ася к сожалению Времени больше не осталось Кончилось Следующей передачи Мы продолжим Грустную тему Спасибо вам А пока что Пожалуйста Не болейте Будем надеяться Что экономические Пандемические Другие трудности Как-то Как-то Нас виноват Спасибо До следующей встречи Субтитры сделал DimaTorzok